МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости 45. В ближайшие полчаса с вами Елена Волкова. Сейчас коротко о главных темах выпуска. Все увозят, и картошки, и плодово выгодные, постельные все. Все затопилось. Внезапное наводнение в Кургане. Коммунальщики отложили ремонт водопровода на год. Продолжается работа сегодня на улице Витебского. Это проезд между многоквартирными домами 6-й А и 6-й микрорайон. Мы отключали зазерно-жилой массив. Там был проложен новый водовод. Ремонт дорог, озеленение и замена коммуникаций. Когда власти приведут город в порядок? Смотрите. Идет анализ. Допустимое 0,05. 0,05. Здесь 0,21. Соответственно. Езда за рулем в нетреслом виде, пьяные драки и ношение огнестрельного оружия. Правоохранители проверили, как отдыхают зауральцы. Крупный лесной пожар возле Старого Просвета Потушин. Его ликвидировали 13 августа в 22.30, сообщает Пресс-служба Департамента природных ресурсов региона. Напомним, очаг возгорания был обнаружен в пятницу, 10 августа, в болотистой местности, недалеко от поселка Старый Просвет. Общая площадь пожара составила 4,5 тысячи гектаров. Сейчас лесных пожаров на территории Курганской области нет. По данным Курганского гидрометцентра, прошедшие в Зауралии дожди несколько снизили класс пожарной опасности с 5-го чрезвычайного до 2-го слабого. В ближайшие три дня по западу области сохранится такая ситуация. В остальных районах ожидается установление 4-го класса горимости. Фермеры встревожены. Зауралье может остаться без молока. Все дело в том, что с 1 июля этого года населению перестали выплачивать субсидии на поддержку мелкотоварного производства, в частности, на реализацию молока. Животноводы уже сдали молоко заводам, но деньги так и не получили. На заседании правительства губернатор Олег Богомолов отметил, за 10 лет в Зауралье ни разу не возникало таких проблем. Средства на эти цели фермерам выделяли регулярно. Напомним, закуп молока у населения был организован для поддержки малого бизнеса в рамках целевой программы развития сельского хозяйства в Курганской области. Такие меры способны решить важную социальную задачу – обеспечить максимальную занятость сельского населения и повысить реальные доходы крестьянских семей. В связи с этим Олег Богомолов не принял никаких объяснений Департамента сельского хозяйства по приостановке выплат и поручил специалистам профинансировать необходимые субсидии, чтобы поддержать личные подворья области. Затопило дворы и огороды. Жители частного сектора по улице Чернореченская ночью вместо того, чтобы отдыхать, рыли траншеи. Так они спасались от внезапного наводнения. Подробности расскажет Константин Пчаков. Вода из-под земли хлынула ближе к полуночи. Она бы ушла по водоотводам, однако сливы захламлены. Деваться в воде было некуда, и она пошла во дворы. Анатолий Алексеев с хозяевами других домов всю ночь пытался сохранить свои участки. До утра они работали лопатами, рыли траншеи. Но последствий избежать не удалось. Все угодят, и картошки, и плодово выгодные, растения все негодные. Все затопило. Самое главное, под полох вода, дома подмылось, считай, фундамент сейчас все. Сепчики подмылось. Люди позвонили коммунальщикам, однако устранить аварию не удалось. Вода перестала прибывать только утром. По словам специалистов Курган-Водоканала, к порыву трубопровода диаметром в 300 мм привела его ветхость. Недавно неподалеку от этого места коммунальщики заменили часть водовода. Там сделали, трубу порвало в другом месте. В настоящее время ведутся согласования земляных работ. В ближайшее время данная ориентация будет устранена. Водоснабжение будет полностью восстановлено. Как отметили сотрудники коммунальных служб, данный участок водопровода они планируют заменить полиэтиленовой трубой. Сейчас ведут согласование. Возможно, ремонт будет проведен в следующем году. Константин Пчаков, Александр Киселев, Андрей Бахарев, информационное агентство Курган.ру В некоторых домах Кургана невозможно жить, считают жители дома номер 20 по улице Родионова. А в доказательство прислали в редакцию видео. По рассказам, в подвале их дома завелись крысы. На первом этаже прорвало трубу. На седьмом также произошла поломка коммуникаций. В лифтах невыносимый запах, а в подъездах постоянный бардак. Ко всему этому на протяжении двух месяцев нет горячей воды. Обращения в коммунальные службы не приводят ни к чему. Негодуют жители и по поводу свалки, которая внезапно образовалась возле их дома. На просьбе вывезти мусор и очистить территорию получают ответ, что в скором времени все сделают. Время идет, а проблем становится все больше. К слову сказать, есть тут вина и самих жителей дома. Центральные улицы города перекопаны. Воду периодически отключают. В связи с многочисленными жалобами курганцев, городские власти решили ответить на самые наболевшие вопросы по благоустройству города. Пресс-конференция прошла в департаменте городского хозяйства. Все дорожные работы, за исключением наиболее серьезных, планируют закончить ко дню города, чтобы областной центр встретил праздник с обновленным лицом. Сергей Руденко объясняет, количество раскопок обусловлено масштабной сменой старых подземных коммуникаций города. Там, где это возможно, строители работают и в ночное время. Таким образом реконструируют, к примеру, шоссе Тюнино. Продолжаются работы сегодня на улице Витебского. Это проезд между многоквартирными домами 6-й А и 6-й микрорайон. Мы отключали за озерный жилой массив. Там был проложен новый водовод диаметром 500 мм. Сделаны отводки на микрорайоны, значит, поставлены задвижки. Отрезок улиц Горького, Куйбышева и Сибирская, Бурова, Петрова отремонтируют к 23 августа. Владарского станционная – к 25-му. Совместно с тепловыми сетями дорожные строители работают на улице Томина. Сейчас там вырыбают старые деревья. В этом году озеленением занялись вплотную. Отграничили территории 27 парков и скверов, подготовили земельные участки для рассады деревьев и разведения газонов. Сносим пока сегодня чуть больше, потому что аварийных деревьев достаточно много. Самые молодые, по-моему, посажены там эти клены тополя. Они вообще по 30 лет всего живут. А у нас засадка-то была этих всех деревьев достаточно давно. Сегодня вот та омолаживающая подрезка и подрезка, которая выполнена, в некой степени снижает и риск аварийности. Отключение всего водоснабжения на выходных было вынужденной мерой коммунальщиков. Специалисты водоканала провели ревизию на очистных сооружениях, заменили старые задвижки, провели новые врезки водоводов. Качество воды из центрального источника водоснабжения нормализовано. Однако на данный момент в некоторых районах города, в частности в северном части микрорайона Рябково, а также в нескольких многоквартирных домах в центре города, воды по-прежнему нет. Это связано с тем, что мы продолжаем работу, задвижки поменяли, то есть в дальнейшем там работа, бригады работают. Пытаемся сейчас закончить эти работы в ближайшие два дня, то есть считаем, что стабилизируется давление. То есть остальное у нас вода есть. Нет у нас воды поселок Путейский, то есть там авария серьезная. И она осложнилась тем, что водовод старый проходит у нас под, скажем, застройкой частного сектора. Острая остается проблема с канализационными люками. Недобросовестные жители города воруют металлические крышки и издают в пункты приема металла. Средств на установку новых люков у предприятия нет, поэтому приходится искать замену чугуну. Помимо чугунных люков сейчас начали закупать уже, например, песчаные. Но всех тех объемов, которые необходимы, пока на данный момент у нас нет финансовой возможности. То есть максимально мы делаем, если необходимо, это деревянными крышками закрываем. По словам участников пресс-конференции, вопрос о завершении раскопок сейчас стоит на остром контроле у городской администрации. Через пару недель в курганских домах полностью нормализуется подача воды, а дороги города реконструируют. Юлия Васильева, Андрей Глазырин, информационное агентство «Курган.ру». Завтра начинается сегодня, так называется, новая целевая программа, которая направлена на профилактику подростковой преступности. На заседании регионального правительства начальник главного управления образования Анатолий Додонов отметил, общая сумма финансирования программы на три года 55 миллионов рублей, в том числе 14 миллионов из областного бюджета в этом году. Формы профилактики предложены разнообразные. Так, в просветской общеобразовательной школе будут играть в хоккей. На это планируют выделить 800 тысяч рублей. Губернатор Олег Богомолов подчеркнул, программа не должна остаться набором мероприятий. Необходимо добиться конкретных результатов, в частности, существенного снижения числа преступлений и правонарушений среди зауральских подростков. В сфере образования ситуация находится под постоянным контролем, а в больнице и библиотеке региона продолжают оснащать компьютерами. Об этом главе региона доложила Марина Калугина. В области полным ходом идет модернизация системы образования. В этом году в области насчитывалось 584 общеобразовательных школы, где обучались 92 670 детей. К 1 сентября 22 малокомплектных школы будут ликвидированы. В настоящее время лицензии имеют только 437 школ. Отстают от графика учебные заведения Альмениевского, Белозерского, Китовского, Катайского, Половинского, Чистоозерского, Шадринского районов. Эта работа должна быть полностью завершена к концу года. А зарплата зауральских учителей за последние годы значительно выросла. Хотя по некоторым предметам, отметила Марина Александровна, нужно проверить квалификацию педагогов. В этом году выпускники, как и ежегодно, сдавали ЕГЭ у нас по 13 предметам. Положительной стороной ЕГЭ является увеличение в два раза 100 бальников. Вместе с тем вызывает тревогу то, что сегодня мы повышаем заработную плату учителям. И нынче уже средняя зарплата 15 183. Мы доводились до средней по экономике. Но вместе с тем у нас ЕГЭ по физике и математике оставляет желать лучшего. Прошу уважаемые главы муниципальных образований выявить слабые места, наметить планы в отношении будущего года по повышению качества проведения уроков для учеников. До сих пор остро стоит вопрос обеспечения детей местами в дошкольных учреждениях. По указу президента России к 2016 году вся очередь для детей в возрасте от 3 до 7 лет должна быть ликвидирована. На сегодняшний день своих мест ждут 5047 зауральских малышей. Из них в Кургане 3333 ребенка. А в возрасте от 1,5 до 3 лет областная очередь насчитывает почти 7,5 тысяч. Органам местного управления вместе с главным управлением образования необходимо принять все меры с тем, чтобы открыть дополнительно группы, с тем, чтобы посмотреть еще раз, проанализировать проектные площади и мощности, их полное использование в учреждениях социальной сферы, не только в школах. С тем, чтобы еще раз посмотреть, в полной ли мере используется подвоз в дошкольные учреждения. Нынче мы строим детские сады новые, это в Вединке на 90 мест, это в Шатровском районе на 90 мест. Но ремонт делаем в Белозерке, Долматово, Мишкино, Катайск. Но мы понимаем, что этих мер будет недостаточно, поэтому прошу активизироваться в рамках анализа проектной вместимости. Продолжается работа и по модернизации больниц. 26 учреждений Зауралия уже отремонтированы. Работа продолжается в 50 лечебницах. В Зауралии не хватает 1300 врачей и почти 300 медсестер. Однако Олег Богомолов поставил эти цифры под сомнение. Если посмотреть на структуру системы здравоохранения Израиля, Германии, и пересчитать количество врачей на количество жителей, то мы увидим значительную разницу между нами. Сегодня надо пересчитывать и смотреть специалистов, которые мы должны подготовить на те направления, которые сегодня являются главными в причинах смерти естественной. Это сердечно-сосудистые, это онкология и так далее и тому подобное. Мы должны пересмотреть все. Мы действуем опять повалывая в системе социалистической. Мы сегодня говорим, зарабатывать врач должен, правильно? Чем больше врачей, тем меньше возможности зарабатывать. Я прошу разобраться, не ошибочно ли мы ударились, так сказать, в сторону того, что нам необходимо, еще не хватает 1300 врачей. Может быть, мы не то рассматриваем с вами? Надо посмотреть специализацию, надо посмотреть, каких врачей сегодня не хватает, под что для того, чтобы решать вопросы, безусловно, диагностики, профилактики, вопросы, в которые мы смогли бы системно заниматься вопросами, которыми являются главными в причинах смерти. Я уже говорил, там, сердечно-сосудистые и так далее. Надо внимательно это все посмотреть. Надо еще раз посмотреть на структуру в системе и образования, значит, чтобы она была эффективной и правильной. И я думаю, что по ряду направлений мы тоже допускаем ошибки, неэффективные расходы. В выходные на озера из-за жаркой погоды курганские курорты стали местом паломничества отдыхающих. Как результат, злоупотребление спиртным, пьяные дебоши и езда за рулем под шофе. Курганские полицейские решили проверить одну из любимых зауральцами зоны отдыха. Что из этого вышло, узнаете прямо сейчас. У госавтоинспекторов глаз алмаз. Говорят, пьяного видно сразу. Как бы ни старался, концентрация внимания слабая. Так что скрыться от зоркового ока полицейских трудно. И если уж поймали, будь добр, пройди тест на состояние опьянения. Смотрите. Идет анализ. Допустимое 0,05. До 0,05. Здесь 0,21. Соответственно, установлено состояние опьянения. Зоной внимания зауральских полицейских в эти выходные был Звериноголовский район. В субботу и воскресенье на курорт Сосновая роща стекаются сотни людей со всей области. Не обходится без алкоголя и увеселительных мероприятий. Знаете, что нужно, что нельзя в Нижезонмиде появляться? Так я же в кафе работаю, я в кафе выпил. Нет, выпили-то в кафе, а появляться-то нельзя. Так я вот выпил и хабанулю. Я не знал. Ему домой пошли? Ну, маме спать. В операции «Сеть» приняли участие полицейские основных подразделений УМВД, сотрудники ГИБДД и местных отделов полиции. Проверяли автотранспорт, магазины, заведения общепита, улицы и другие общественные места. В одном из местных баров у владельца изъяли контрафактную водку из Казахстана. Сюда прибыли дополнительные наряды из УМВД России по Курганской области, из отдела, межмуниципального отдела Притобольный. И, значит, у нас разбиты несколько групп, которые обеспечивают охрану общественного порядка, безопасность дорожного движения. Вот проверка лиц, которые состоят на учете в органах внутренних дел. Проверка граждан, несовершеннолетних, которые употребляют спиртные напитки. За два дня операции «Сеть» стражи порядка обнаружили и изъяли у отдыхающих и местных жителей 8 единиц огнестрельного оружия, а также составили 116 административных протоколов на дорогах, 5 из них – за езду в нетрезвом виде. Из водительского достояния? Или вообще права не имеет? Грагло потерял. По словам полицейских, в период проведения масштабного рейда преступлений в общественных местах зарегистрировано не было. Юлия Васильева, Светлана Брагина, информационное агентство «Курган.ру». Еще 158 зауральских семей в этом году получат региональный материнский капитал – субсидию на погашение ипотечного кредита при рождении или усыновлении ребенка. Общая сумма выплат из бюджета за Уралье составит около 50 миллионов рублей. Размер выплаты за одного ребенка – 314 тысяч рублей. Напомним, с начала года региональный материнский капитал уже получил 276 семей, на что было затрачено 86 миллионов. Кроме того, впервые еще две молодые семьи получат из областного бюджета дополнительную социальную выплату на общую сумму 110 тысяч рублей. Это новая форма поддержки, когда семьи при рождении ребенка получают 55% от предыдущей выплаты на строительство или приобретение жилья. 14 августа православные празднуют начало Успенского поста, самого приятного и легкого в году. Он посвящен подготовке к празднику Успения Пресвятой Богородицы и продлится две недели. В народе первый день поста называют «Медовый спас». По народным приметам, именно тогда улетают стрижи и ласточки, что считается первым признаком приближения осени. С наступлением первого спаса заканчивается медоносный сезон. Пчеловоды открывают ульи и срезают соты. Раньше с медового спаса крестьяне начинали распахивать поля подозимые. Пока мужчины были заняты пассивными работами, женщины и дети шли в лес заготавливать малину. Во-первых, она была любимым лакомством наших предков, а во-вторых, считалась лучшим лекарственным средством от простуды. Еще одна православная и русская традиция – так называемые «вдовьи и сиротские помощи», что означает «помощь бедным и слабым». Удобная колодка, ортопедические супинаторы, натуральная кожа и прочная подошва. Все эти характеристики необходимо учитывать при покупке детской обуви. Где курганцы могут приобрести качественный товар и сэкономить, собирая ребенка в школу, расскажем в следующем сюжете. От обилия товаров на школьном базаре разбегаются глаза, и вы боитесь утонуть в море бантиков, костюмов и туфель, предлагаемых зауральскими магазинами? Готовьтесь к первому сентября вместе с Курган.ру. Партнеры проекта «Школа» помогут найти все необходимое. Читайте сайт, смотрите выпуски информационного агентства и узнаете, что лучше всего положить в портфель, какую одежду выбрать и как сэкономить, купив при этом качественный товар. Толк в хорошие обуви знают в сети фирменных магазинов «Юничелл». Обувь непоседливого школьника должна быть красивой, прочной и идеально подходить ребенку, чтобы не деформировать растущую стопу. Поэтому главное отличие товаров «Юничелл» – безопасность и комфорт. В собственной испытательной лаборатории фабрики обувь проходит строжайшую проверку по соблюдению всех требований ГОСТа. Сеть фирменных магазинов «Юничелл» принимает участие в проекте «Школа». Только в наших магазинах вы можете приобрести обувь из натуральных материалов, высокого качества и по доступным ценам. Специально к учебному году наши магазины представляют новую коллекцию Челябинской обувной фабрики. Обувь от отечественного производителя – это прекрасное сочетание цены и качества. Уважаемые школьники и их родители, будем рады видеть вас в фирменных магазинах «Юничелл». Сайт «Курган.ру» подготовил много полезной информации для школьников и их родителей. Но это еще не все. Любой посетитель портала может принять участие в конкурсе «Как я провел летом». Что бы вы ни делали в эти жаркие дни, загорали в тропиках или выращивали клубнику у бабушки в саду, вам есть чем поделиться. Присылайте рассказ о проведенных каникулах в рубрику «Школа». Подкрепляйте истории самыми удачными – фото и видео. И получайте призы от спонсоров. Итоги конкурса «Курган.ру» объявит в преддверии Дня Учителя. Пишите прямо сейчас, пока в памяти свежи воспоминания и переполняют эмоции. Юлия Васильева, Андрей Глазырин, Светлана Брагина. Информационное агентство «Курган.ру». Зауральцы отметили День физкультурника. В субботу на территории молодежного парка собрались любители активного образа жизни и спортсмены. В этот день прошли состязания по шахматам, баскетболу, футболу и боксу. О том, что еще приготовили организаторы, расскажем далее. Торжественное открытие Дня физкультурника началось с показательных выступлений зауральских спортсменов и вручения наград тем, кто трудится в сфере физической культуры. Зауральцы получили благодарности министра спорта, почетные грамоты правительства Курганской области, благодарственные письма главы региона, Курганской областной думы, управления по физической культуре. Это самый демократичный праздник День физкультурника, потому что его отмечают. И те, кто только-только познает, что такое физическая культура и спорт, и отмечают его заслуженные люди, которые достигли уже высоких вершин в спорте, и были чемпионами мира, и Европы, и олимпийскими чемпионами, и чемпионами страны. Это праздник тех, кто посвятил свою жизнь спорту. Шахматы, баскетбол, футбол, армрестлинг и многое другое. В спортивном городке каждый желающий мог найти занятия по вкусу. Например, журналисты и госслужащие решили сразиться в веселых стартах. Акулампера и сотрудникам спортуправления предстояло выполнить четыре эстафеты. Однако по итогам соревнований вышла ничья. Дополнительное задание определило победителей. Ими оказались сотрудники средств массовой информации в области. Перед каждым испытанием мы вставали, у нас постоянно были совещания, кто побежит первым, кто побежит последним, когда побегут девочки. То есть разрабатывали план. Участники веселых стартов и соревнований получили дипломы и памятные призы. Константин Пчаков, Андрей Глазырь, Никита Мухин, Андрей Бахарев, информационное агентство Курган.ру На сегодня это все новости. Смотрите наши выпуски на СТС в 18.30 круглосуточно в интернете. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. Теперь у газеты «Зауральский курьер» есть своя парковка. Паркуйте свои объявления на нашей автополосе. Автопродажи, автоновости, автосоветы и автожесть. «Зауральский курьер». Живи полной жизнью. У нас стоят стены, а падают цены. Мегабаза. Покупайте все и сразу. Улица Мекрасова, 15А. Мегабаза. Слева сразу. Ладная программа автокредитования в автосалоне «Ладья Авто». «Лада Калина», «Приора» и «Самара». Проспект Машиностроителей, 40. Телефон 22-22-00. Мягкая корпусная мебель эконом-класса. Качественно, стильно и без лишних затрат. Мебельная галерея. Улица Некрасова, 15А. Строение 1. Поплыли! Новое поколение героев. Ю-ху! Простите. Класс! В 2012 году. Это было круто! Ставлю боевую задачу. Готов к выполнению, сэр! А-а-а! Меня подбили! Шевели ластами 2. А-а-а! Посмотрите на черепашек! Обними меня! 3D. Вынеслась! Смотрите в кинотеатре «Россия». Азбука ремонта представляет. День города 2012. Не пропустите! 25 августа. Ярчайшие события года. От вашей любимой торгово-монтажной компании. Купи Телесемь. Выиграй телевизор. Как? Очень просто. Со 2 по 19 августа. Ищи купон на розыгрыш в журнале Телесемь. И приноси на специальную стойку в одном из магазинов «Магнит». Покупайте Телесемь. Телевизор нужен всем. Наконец! Оператор сотовой связи «Мотив» пришел и в Курган. Участвуйте в народном тестировании сети «Мотив» и до 31 августа. Общайтесь по телефону совершенно бесплатно. «Мотив» – хорошая компания для выгодного общения. Мы созрели, а вы... В «Технодива» реальные скидки на бытовую технику до 30%. Холодильник «Индузит» всего за 10 790 рублей. Улица Омская, 163. Здравствуйте! С прогнозом погоды вас знакомит Лилия Тельняк. Партнер прогноза погоды – компания «Мотив». Вот и в Кургане появился самый близкий и родной оператор сотовой связи «Урала». В магазине бытовой техники «Технодива» урожай скидок. Скидки на бытовую технику до 30%. Подробности акции в магазине «Технодива» по улице Омская, 163. И телефону 54 50 62. Не упустите свою скидку в «Технодива». А теперь о погоде. Антициклон, образовавшийся над Уралом, завтра притормозит на севере региона облачные поля ненасного циклона. Так что у нас наступающий день пройдет без осадков. А температурный режим сохранится умеренно теплым. В Екатеринбурге, Тюмени и Челябинске без осадков. Температура днем плюс 22, плюс 25. В Кургане переменная облачность без осадков. Ветер северный, северо-западный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха плюс 8, плюс 10. Днем в Кургане переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха плюс 23,25. Атмосферное давление будет расти. 15 августа солнечная активность и геомагнитное поле спокойное. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго. Стиль ведущий предоставлен студией красоты «Флоренция». Красина 94, дробь 4. Весь комплекс юридических услуг в сфере недвижимости. Продажа, обмен, подбор жилья, сопровождение сделок на государственную регистрацию. Работаем со всеми видами жилищных сертификатов. БК «Недвижимость». Правила безупречной сделки. У каждого свой успех. Покорение вершин, долгожданная победа, общественное признание. Я расскажу о каждом. Я покажу все грани. От фундамента до хрустального замка. «Время успеха» – это программа о тех, кто успешен и достиг своей цели. Смотрите «Время успеха» в 18.30 на СТС и круглосуточно на Курганру. Хорошо провел лето? С 10 августа поделись своими впечатлениями в разделе «Школа» на сайте Курганру и получи приз. Конкурс «Как я провел лето» начинается. Хорошо провел лето? Получай призы и за это. Везде. От Калининграда до Читы. От Мурманска до Сочи. Триколор ТВ. Все основные российские каналы без абонентской платы. Триколор ТВ. Телевидение всей России. Ты хочешь сделать то, о чем я подумал? Угадал. Неудержимые 2. Сталлоне, Стэтем, Ли, Лунгрен, Норрис, Крюс, Кутюр, Хемсворт, а также Ван Даун, Уиллис и Шварценеггер. Смотрите в кинотеатре «Россия». Зая, пусти, забыл, забыл я. Подпишитесь на Теле7 всего за 99 рублей в месяц. Теле, Теле, Теле7 подписаться нужно всем. Это то, что вы ждали. С 1 августа грандиозная распродажа в талонах оптики «Аквилон». Бакирова 79 в торговом центре Пушкинский и Гиперсити. Скидки до 50% на оправы и все солнцезащитные очки. Салоны оптики «Аквилон». Правильный взгляд на скидки. Сделай мир. Ярким. Включи ближний свет. Девочка, она должна быть девочкой. А художественная гимнастика – это прежде всего женственность. И знаете, вот прям аж как летаешь. Заметьте, всегда видно, когда гимнасточка идет по улице и когда просто девочка. Не обязательно там рвать какие-то рекорды. Хотя это тоже можно. Это очень важно влияние, на которое ты попал. А на тебя влияние тренер, чемпион и все, у тебя одна цель. Поэтому все в зал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова